Сегодня мы поговорим с вами о 10 словах, которые очень необходимы для жизни в Германии. На сегодняшнем уроке возьмем с вами 10 глаголов, которые в немецком языке мы очень часто употребляем. Начнем с глагола haben. Когда мы хотим сказать «У меня есть что-то», то мы говорим «Я имею что-то». И после haben мы ставим винительный падеж. Например, «Я habe eine tasche», «У меня есть сумка». А если вы задаете вопрос, то вы говорите «Hast du eine tasche?» Oder «Habend ihr einen Tisch?» Если, например, вы пришли в ресторан, то вы так и спрашиваете «Есть ли у вас столик?» «Habend ihr einen Tisch?» Следующий важный глагол – это глагол «denken». Если вы хотите сказать, что вы думаете, что это было хорошо, то вы говорите «Ich denke, das ist gut». Если вы имеете в виду прошедшее время, то мы, конечно же, помним, что «denken» – это сильный глагол. И три формы у «denken» – это «denken», «dachte», «gedacht». Если мы хотим сказать «Я думал», мы употребляем «perfect». Если мы хотим узнать мнение собеседника, то тогда мы у него спрашиваем «Wie denkst du darüber?» А если мы хотим, чтобы собеседник ответил нам «да» или «нет», «хорошо» или «плохо», то есть нам не важно его мнение, тогда мы у него спрашиваем «Was denkst du daran?» Помните, что у нас есть два вопроса «Wie denkst du darüber?» «Und was denkst du daran?» Следующий глагол – глагол «meinen». Если мы хотим спросить «Что ты имеешь в виду?», то мы говорим «Was meinst du?» А если мы хотим это спросить в прошедшем времени, то мы говорим «Was hast du gemeint?» Следующий глагол на сегодня – это «Zahlen für» – платить за что-то. Когда мы хотим сказать «Я хочу заплатить за тарелку картофеля», то мы говорим «Ich möchte für einen Teller Kartoffel zahlen». Мы помним, что два глагола, которые у нас есть в предложении, должны стоять на определенных местах. «Möchten» стоит на втором месте, а «zahlen» замокает всю структуру. А если мы хотим сказать «Я за это уже заплатил», тогда мы употребляем «perfect» и говорим «Ich habe dafür gezahlt». Глагол «gein» также очень важный. Если мы кому-то хотим сказать «Я иду домой», мы говорим «Ich gehe nach Haus». А также мы должны знать, что «gein» – это глагол сильный, и у него есть три своих формы, такие как «gein», «king», «gegangen». Если мы хотим сказать «Я шел домой», то мы употребляем глагол «sein» как вспомогательный глагол. «Ich bin nach Haus gegangen». Потому что глаголы «движение» в «perfect» мы употребляем с глаголом «sein». Глагол «kommen» тоже очень важен в немецком языке. Если мы просим кого-то к нам подойти, то мы говорим «Könten Sie bitte zu mir kommen?» Или «Kommen Sie bitte zu mir?» Если мы хотим сказать «Я уже пришел», то мы говорим «Ich bin schon gekommen». Мы знаем, что глаголы «движение» мы употребляем «sein», поэтому мы и говорим «Ich bin schon gekommen». Конечно же, вы уже заметили, что мы берем два глагола «движение». Первый – это «gein», и второй – это «kommen». В чем разница? «Geen» мы употребляем тогда, когда мы просто идем. Мы идем куда-то. А «kommen» мы употребляем тогда, когда мы приходим. То есть, если мы возьмем два предложения «Ich gehe zu dir» и «Ich komme zu dir», то переводить мы будем их немножечко по-разному. «Ich gehe zu dir» – что он знает, «цванцик минут». «Я к тебе уже иду двадцать минут уже». Процесс движения. «Ich komme zu dir» – «Жди меня, я к тебе скоро приду». А теперь возьмем с вами два глагола, чтобы нам много не учить. Такие как «kaufen» и «verkaufen». «Kaufen» переводим как «покупать», «verkaufen» переводим как «продавать». «Это я себе уже купил» переводим как «das habe ich mir schon gekauft». «Я не могу тебе этого продать». «Das kann ich dir nicht verkaufen». А также мы знаем, что глагол «verkaufen» имеет неотделяемую приставку. Это значит, что в случае, когда мы будем употреблять его в «perfect», приставку мы отделять не будем. Так и звучит. «Das habe ich nicht verkauft». «Willst du mich für dumme verkaufen?» Следующие глаголы – это «wohnen» и «leben». Оба этих глаголы мы переводим как «жить», но они очень разные. Глагол «wohnen» мы употребляем в том случае, если мы где-то живем по прописке. У нас здесь есть квартира, и мы здесь зарегистрированы. А глагол «leben» мы употребляем в том случае, когда нам нравится жить. Нам нравится процесс жизни, наше сердце бьется, мы ходим в кино, в ресторан, и нам это все очень нравится. И тогда мы говорим «verliven noch». Очень хороший пример, когда мы противопоставляем «wohnen» и «leben» – это «Diese wohnen ist mehr zu teuer. Ich möchte nicht nur wohnen, sondern auch leben». На русский язык эту фразу перевести не так-то и легко. То есть «я хочу не только жить, но и жить». Ну, а мы-то с вами знаем, что «wohnen» – это жить по прописке и платить за квартиру, за коммунальные расходы. А «leben» – это наслаждаться жизнью. И тогда мы переводим «я хочу не только жить в этой квартире и платить за нее и работать на эту квартиру, а также еще и жить, получать удовольствие от жизни». И тогда мы говорим «ich möchte nicht nur wohnen, sondern auch leben». На очереди у нас глагол «beginnen». Начинать. Wann beginnt das Konzert? Переводится как «когда начнется концерт?». Следующий глагол хорош для тех, кто знает мало существительных. Глагол «zeigen». Так, например, приходите вы в магазин и говорите «Könnten Sie mir bitte das zeigen?» «Oder das zeigen?» Зная глагол «zeigen», можно купить все, что угодно в магазине. «Zeigen» – показывать. Следующий очень важный глагол – это глагол «tanken». «Благодарить». С глаголом «tanken» мы употребляем дательный падеж. То есть в русском языке вы говорите «я благодарю кого вас», а в немецком мы говорим «я благодарю кому вам». Так мы и говорим «Ich danke Ihnen». А если мы хотим сказать «я благодарю тебя за все», то мы говорим «Ich danke dir für alles». То есть с глаголом «tanken» мы употребляем предлог «für akusate». Следующий глагол в моем списке – это глагол «tanken». «Заправляться бензином». «Могу ли я здесь заправиться?» звучит как «Kan ich hier tanken?» «Kan ich hier tanken?» Следующий глагол «gratulieren» – поздравлять. Когда мы кого-то с чем-то хотим поздравить, то мы должны сказать «я поздравляю тебе к чему-то». А по-русски звучит «тебя с чем-то». То есть, когда мы хотим сказать «я поздравляю тебя с днем рождения», мы говорим «Ich gratuliere dir zu deinem Geburtstag». 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 А также мы должны помнить, что глагол «gratulieren» в «perfect» используется без приставки «ge», потому что у него есть суффикс «ieren». То есть, «я тебя уже поздравил» звучит как «Ich habe dir schon gratuliert». «Ich habe dir schon gratuliert». А без колгола «kosten» в Германии нам точно не обойтись. «Kosten» переводим как «стоить». Если мы хотим сказать «Сколько это стоит», то у нас есть два варианта. Первый – это «Was kostet das?» – «Что стоит?». И второй вариант – это «Wie viel kostet das?». Если мы употребляем «perfect», то мы говорим «Das hat viel gekostet». Все правила сохраняются. Приставка «ge», суффикс «te» – всё это мы оставляем. «Das hat viel gekostet». Основной глагол для тех, кто любит курить – это глагол «rauchen». «Курить». Почему? Потому что на каждом углу в Германии вы услышите «Sie dürfen hier nicht rauchen». Следующий глагол «bügel» переводим как «гладить утюгом». А если вы в Германии в отеле и просите кого-то что-то вам погладить, тогда вы так и говорите «А вы можете это погладить? Пожалуйста!». Звучит это так. «Können Sie das bitte bügel?» «Können Sie das bitte bügel?» Конечно же, вам отвечает «Я уже это погладил». «Ich habe es schon gebügeld». «Ich habe es schon gebügeld». Следующее слово – это «token». Переводится это слово как «распечатывать на принтере». Запомнить это слово очень легко, потому что ни один друг не откажет вам распечатать на принтере. «Token». Поэтому и говорим «Он печатает на принтере». «Er druckt das». Например, «Он это распечатывает». А если мы хотим сказать «Мой друг это распечатал», то мы говорим «Ein Freund von mir hat das gedruckt». Обратите внимание, «Мой друг» мы можем сказать двумя способами. «Mein Freund» и «Ein Freund von mir». А особенно это важно для девушек. Если вы говорите «Mein Freund», то это ваш бойфренд. И вы говорите «Er ist mein Freund». А если вы говорите «Ein Freund von mir», это значит, что он вам просто друг. Поэтому четко различайте, где вы говорите «Mein Freund», а где вы говорите «Ein Freund von mir». Это были 10 важных слов для жизни в Германии. И если вам нравится такой формат занятий, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь. И скоро увидимся! Tschüss! Субтитры создавал DimaTorzok